Музыка Народ Божий, вы восклицаете, вы Богославите, вы радуетесь, что вы сегодня здесь. Как написано? Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем, что? Так вот, возрадуйся, восклицаем, подари ему аплодисменты. Мы сегодня пришли поклониться вместе с вами нашему Творцу, через жертву Его Сына, еще Мессии. И мы сегодня будем вместе славить, поклоняться, воспевать. И мое пожелание, знаете, для всех вас, чтобы вы были просто открыты, чтобы вас не смущали наши гибриды, чтобы вас не смущал гибрид, возможно, какие-то термины еврейские. Мы собраны здесь во имя нашего Господа, Иисуса Христа. Музыка 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 Однажды я буквально два слова попал на служение евреев. Я сам из пятидесятников, уверовал в пятидесятнической общине и был служителем ромскому народу, пастором цыганской небольшой церкви в городе Арцизи. Но, знаете, пришел момент, когда я попал на еврейское мессианское служение, я увидел, знаете, как евреи прыгают, хлопают, восхваляют Бога, кричат. Я был, знаете, немножко как бы такой, строгий. Я смотрел, и мне было непонятно. И я слышал, как народ говорил, Ам Израиль Хай. Знаете, они все дружно скандировали, и я понимал, что я не могу попасть, ну, с ними в один ритм. Понимаете? Они что-то делают, я вижу, что они что-то переживают. Но из-за того, что я был закрыт, знаете, не принимал того, что они делают, Бог не мог прикоснуться ко мне. И в это время Дух Святой мне проговорил, скажи вместе с моим народом, Ам Израиль Хай. Народ Израиля жив. Просто открой и провозгласи эти вещи. И я так аккуратненько, знаете, Ам Израиль Хай. И вдруг сила Божия пришла. То есть евреи все без раби, я бы сказал, здесь. Они какая-то часть, большая часть это Молдавия сюда. Стекалась, ну, район. Тогда была Одесса, Измейская область, тогда было, как бы, предназначение Измейской области. И поэтому центром всего сбор был здесь. То есть я бы сказал, что репрессии начались отсюда. То есть все, сподвинуться. Мы сейчас пойдем на то место, конечно, уже тоже увековечен. Там есть доска вот этой памяти. И, ну, скажем так, те, которые здесь еще здесь есть, или те, которые уже уехали, все равно в любом случае здесь происходит служение и поклонение. С служение и уважение. То есть тут чтите это. Так, как человек смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог, посему, именно поэтому, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Ешуа в этом городе преклонилась всякая колена небесных, земных и пресечений. И мы хотим послушать Твоему изволению, Господь. Мы сегодня просим Тебя, Господь, и беги на души, и беги на мысли. Мы сегодня просим Тебя, чтобы Ты повлиял на духовную власть этого города. Ты видишь, что церквей много, но мы сегодня увидели. И мы хотим, Господь, чтобы каждый служитель знал Твое сердце, чтобы каждый служитель смирился пред Тобой, чтобы каждый служитель узнавал волю Твою постоянно и давал Твой хлеб, свежий хлеб, свежую пищу, пищу, которая будет возрастать их во спасение, чтобы они познавали Твою волю, и чтобы вся их поства была научена Твоему пониманию, чтобы они любили Твой народ, чтобы они Твой народ почитали, чтобы они все делали для Твоего первенца, Господь. Мы просим Тебя за всех христиан этого города. Друзья, мы здесь остановились, потому что все братцы и сестру евреев здесь собирались, все Бессарады. Отсюда их грузили и вывозили в сторону Одессы, в сторону Балты, ну и там дальше, и так, где был и расстрел, и сжигали. Но здесь есть условия для того, чтобы сегодня еврейский народ тоже служил здесь. Бог здесь брал вас, Бог положил вам на сердце, и значит, вы это будете сделать. И Бог через вас будет приводить еще евреев, неевреев, кто что будет принимать, но лишь бы приняли Иисуса Господа. И есть одно притязание, к которому, знаете, теологи, я имею высшее образование, теологическое, и говорят о том, что Богу не угодно, сегодня христианство занялося доктринами, теологами, изучениями, сопоставлением событий, а оставили Христа. И занялись разномыслиями, и я бы сказал, знаете, слово есть такое, приватизировали свою часть, в которой они находятся. Не будьте вы такими. Я бы сказал, разрушайте эти твердыни с любовью. Поэтому пусть ваш путь, который сегодня находится отсюда туда, то есть вы оттуда сюда приехали, получили благословение, и далее вы будете получать какие-то откровения в своем сознании. Пусть Бог выслит вас единством. В сердце Христа единство христиан. Поэтому пусть Бог выслит, чтобы вам положилось на сердце еще желание приехать сюда уже с определенными целями, с целями, которыми нужно делать, то есть осуществлять. Измаил открыт. По крайней мере, мы открыты для воли Божьей. Поэтому от вас будет зависеть, насколько вы сможете собраться мыслями, идеями, желаниями и просто отправить определенных людей сюда, в эту сторону, для того, чтобы они делали дело.